Сегодня в Сургуте подведут итоги 11-го молодежного фестиваля искусств «Зеленый шум». Его финальным аккордом станет концерт, посвященный юбилею программы «Новые имена». Сургут был третьим в России городом, где появилось региональное отделение благотворительного фонда, помогающего одаренным детям. В этом году новым именам Сургута 30 лет. По этому случаю десятки солистов, еще дети, которые только учатся в музыкальных школах и колледжах, выступят вместе с симфоническим оркестром местной филармонии. В нем, кстати, тоже есть 8 выпускников новых имен. Многие музыканты знают, будучи преподавателями, студентами консерватории, что в жизни не пришлось играть ни разу с симфоническим оркестром. А вот нашим детям из программы «Новые имена» им посчастливилось. У нас вообще такая традиция. До того, как меня позвали в концерт, я вообще думала, что я просто закончу колледж и все, и буду работать учителем какой-то музыкальной школе. А так вот я участвую в концерте. Мне очень нравится эта атмосфера, когда репетиции. Мне очень нравится результат, который мы получаем. Юные дарования, попавшие в программу «Новые имена», не получают дипломов. Им дают нечто большее – поддержку в творческих начинаниях. С детьми чаще всего с 10 лет работают по индивидуальной программе, проводят мастер-классы и встречи с именитыми солистами. За все время выпускниками программы стали 350 человек. Более 200 сейчас – профессиональные музыканты. Получается, в 2000 году я стал участником программы «Новые имена». Это когда мы здесь учились. В то время еще был колледж здесь, Саргутский музыкальный колледж. И потом мы уже поступили в Академию имени Гнесиных в Москву. Там отучились у замечательного профессора Вячеслава Семенова. Ну и так сложилась судьба, что я все-таки вернулся сюда работать в филармонию.